12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, тем самым открыл дорогу человечеству к звездам. В том числе и ученые КФУ приложили немалый труд для первого полета человека в космос. Получены очень важные результаты для координатно-временного обеспечения всех космических полетов, потому что без этого невозможно совершенно его осуществить. Ну и разумеется, все, что тут сделано и по исследованию звездного поля, это навигация, и по исследованию Луны, это полеты наших луноходов на лунную поверхность. И дальнейшие миссии, которые должны в ближайшее время осуществиться, это и Луна-25, 26-27, которые по-другому называются Луна-Глоб, Луна-Ресурс, они основаны на тех результатах, которые мы получали здесь, в Казани. Кафедра астрономии в Казанском федеральном университете является старейшей в России. Подготовка начинающих астрономов ведется уже с 1810 года. Первыми студентами кафедры были Иван Симонов и Николай Лобачевский. На территории университета в 1838 году была построена обсерватория, которая была названа в честь Василия Энгельгарда. Казанские ученые могли проводить систематические наблюдения за астрономическими явлениями. Загородный комплекс астрономических обсерваторий претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Специалисты Казанского федерального университета и по сей день совершают важные научные открытия в космической сфере. К примеру, в 2022 году они совместно с коллегами Института космических исследований Российской академии наук открыли около 500 галактик с аномальными свойствами. Не стоит на месте и технический прогресс. Специалисты Казанского федерального университета занимаются разработкой стратегически важных установок. Как раз недавняя работа был государственный оборонный заказ. Я был руководителем. Там как раз мы строили навигационную сеть вокруг Луны. И все это внедрено уже в Роскосмос. И вот Луна-26, эта миссия, скорее всего, будет уже использовать наши результаты и те оптические лазерные маяки, которые на Луне должны быть установлены. Данные, которые фиксируют казанские астрономы, помогают при запуске космических аппаратов к Луне и Марсу. Был разработан метод получения крупномасштабных снимков Луны. Также после этого были проведены фотографические наблюдения площадок звездного неба и небесных объектов в рамках международных программ Казанского федерального университета. Вероника Гемранова, Александр Кузнецов, Универньюз. Субтитры создавал DimaTorzok